Всех приветствую! Долго тянуть резину не буду. Ноутбук фирмы Dell. Он у нас уже был на ремонте. Мы занимались там системой зарядки, меняли контроллер. В итоге он ушел к клиенту. Какое-то время поработал и начались новые проблемы. Сейчас покажу. Он немножко разобран, но этой разницы иметь не будет особо. Включаю ноутбук. Он долго еще лежал, поэтому включиться может не сразу. Пытаемся загрузить Windows. Windows успешно загружен. Появился рабочий стол. На первый взгляд никаких проблем нету, но если зайти в диспетчер задач, точнее диспетчер устройств, прошу прощения. Я не знаю, видно или нет. Сейчас попробую скорректировать. Здесь виден видеоконтроллер. Он не, так сказать, не активен. Попробуем установить драйвер. Устанавливаем драйвер на AMD чипсет. Не помню какой там, но, тем не менее, это AMD. То есть сейчас изображение идет от встроенного видеоядра, которое находится в процессоре. Сейчас мы устанавливаем драйвер на отдельный видеочип, который находится на материнской плате. Монитор моргает. Это значит, что сейчас переключается режим работы на графический чип AMD, и происходит ошибка стоп. Это значит, что, к сожалению, видеочип у нас умер, и его нужно менять. Сейчас еще раз посмотрим. Обычная загрузка Windows. Я не знаю, успел ли загрузиться драйвер в систему. Видимо, еще не успел. То есть я сейчас зайду на рабочий стол, и можно будет увидеть, что видеодавтор до сих пор не установлен. Видеочип куплен. Вот он, маленький кристаллик. Слабенький видеочип, но, тем не менее, даже он умудряется отвалиться. Но все-таки происходит ошибка стоп. Будем снимать плату и менять видеочип. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну что ж, чип запаян. Первый запуск. Очень волнительный момент. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Подключаю кабель зарядки. Вроде все в порядке и пытаюсь включить ноутбук. Загорелся индикатор. Первый раз может включаться долго, потому что я снимал батарейку. Пока что изображения нет. Снова включаю. Произошло автоматическое выключение и снова включение. Появилась картинка, наверное. Да, появилась картинка, но это и не удивительно, потому что изначально картинка идет из встроенного видеоядра процессора. Это потом уже при загрузке Windows переключается графика на уже интегрированное видео в материнскую плату в виде чипсета. Здесь у нас летели настройки BIOS. Сейчас мы перезагрузим ноутбук. Так как в прошлый раз Windows завершил работу некорректно, выбираем обычную загрузку. Подвис немножко ноутбук, но вроде как появляется рабочий стол, потому что драйвер в прошлый раз загрузился некорректно. Точнее установился некорректно, потому что при установке драйвера произошел отвал и чип не включился и из-за этого система ушла в синий экран. Пускай он подумает немножко. Благо здесь SSD, думать он будет не так долго. Как видно произошла загрузка VITUS, но не до конца. Возможно стоит перезагрузиться, потому что подмена чипа возможно ведет какие-то изменения. Также благо здесь тестовая винда стоит, тестовый Windows, поэтому я ничем не рискую здесь. Если нужно, я просто переустановлю Windows на чистую и на ней уже можно будет проверить. А, ну вот видно, что сразу загрузился рабочий стол. Сейчас посмотрим, появился ли у нас видеоадаптер и в каком он состоянии. Да, есть AMD Radeon 8600M серия. Это значит, что... Я думаю здесь видно. Это значит, что установка чипа прошла успешно, чип работает и дальше ноутбук отправится на тест и будет тестироваться. Вот такая вот задача иногда бывает, когда чипы фирмы AT, даже не всегда AT, а иногда даже бывают и NVIDIA, отваливаются сразу после установки драйверов. То есть никаких артефактов, никаких искажений изображений, сразу просто с синий экран. С чем столкнулся и я. И вот, собственно, простая замена простого видео чипа. Всем спасибо, что посмотрели это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь и до новых встреч. До встречи. До встречи.